Берешь голубильца, берешь синильца, то есть и тот и другой, штриховательно. Сразу можно затевать направленности, вот так суховатенько, задавая эти направленности сразу. Создать как бы эскиз будущей картины, как бы эскиз, и с этими горочками, и пока все с некоторой продресью, чтобы потом брать густо. Брать густо и укладывать густо эти же мотивы. Вот так плотно, уже с густой краской, упаковывать. Потом в эту продресь загоняешь уже в плотную краску. Хорошо? Вот они, вот они. Чуть разной тональности они. То чуть темнее, то чуть светлее. Вот они. Сначала крупной кистью, потом этой же, еще подъем и мелкой. Скорость, темп работы примерно вот такой. Вот такой темп. То есть сначала вот такой, а потом вот такой темп. Вот такой. Кисть вращаешь, то одной частью кисти скинула краску, то другой частью кисти скинула краску. Вот такой темп. Темп должен появиться. Тогда будет живенькое исполнение. Хорошо? Давай. А здесь мне замешит? Ну, конечно, да. Это я уже показал второй этап. Ты делаешь сейчас первый этап. А это я уже второй показал. Где надо темнее. Игорь, это же концепт, потому что фон должен быть. А сейчас что? Покажи, ну что-нибудь сделай. Ага, ну вот правильно взял кисть. Ну да, да. Но, посмотри, как кучно, стоично вкладывал мазочки я. И как не кучно, пошла раздавать их ты. Кучно. Толкутся между собой. Кучно. Вот оно. Вот оно. Смотрите. Вот оно. Толкутся между собой. Толкутся. Звездочки потом придут. Сначала нужно нашвырять вот эти ритмы. А потом и звездочки. То есть толкутся между собой. А вот здесь брать как интересно. Да, да. Все понакидать. Вот тебе меньшая кисть. Все понашвырять. Сначала темнотами. 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 Если что, розовый, голубой. Они будут. Будет мощный цвет. Мощный цвет. Чернявый цвет. Давай. Ну садитесь. А эти крыши надо обязательно в большом количестве. Ну немножко сократишь. Но при попытке. Сократишь при попытке нарисовать. Нет. Нарисовать все. Ясно. То есть главный сегмент обязательно нарисовать. Вот этот. С компанией домиков возле него. Его обязательно. Вот эту темноту немедленно донабрать. Розовый, голубой. Донабрать обязательно. А белые крапинки там, ну светленькие кисти. Потом. Это я поняла не будут не крапинками, а вертикальными кистьями. Мелкой кистью порисовать, порисовать полосочки эти. Порисовать, 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 порисовать. Лежачие какие-то плоскости. Порисовать, все порисовать, порисовать. А здесь чем? Пока без зеленого. Пока без зеленого, без желтого. Только синий каркас. Потому что если ты сейчас зеленым и желтым войдешь, то малейшие непопадания и все. И мы начнем грязнить, вместо того, чтобы удобно исполнять. Дело не в этом. Просто мы начнем грязнить. Здесь каркас синего, который мы должны додать окончательно. Додать окончательно. И тогда в него уже будем вписываться с чистой совестью. Похоже, что и он тоже вписывался в синий каркас. Ты видишь темп, с каким я это делаю. В том же духе. В том же духе. Постарайся исполнить и ты. Если бы я знала заранее задачу, я бы сказала ускористую. Но здесь я выписывала. Нормально, что выписывала. И я тоже выписываю. Вот они. Все-все-все, позатоптать густотой. И уже в густоту чуть-чуть ополоснем кисть. Какой след густоту? А его мельче штрих будет. А? А его мельче штрих будет. Нет, ну это же маленький горчон. Нет, нет, нет. Теперь, теперь мельчить начнем. Но мы не можем мельчить, пока мы не создали общее настроение. Потому что, ну что толку, что мы начнем сейчас вот такие вот козявочки на чистый холст накладывать. И другое дело, когда у нас все есть, мы начинаем входить мелким мазочком. Вытирая кисть, наполняем. Желтым же я могу мелко, да? Нет, ты сначала синим добей, чтобы мы уже... Ну везде уже. Я просто показываю, как пойдет дальше дело. И, конечно же, теперь вот в это, вот в это будет входить... У него же тоже, видишь, позеленел желтый. Потому что он укладывал его по соседству с синим. Или в синий укладывал. Поэтому все и у нас будет ровно так же. Понимаешь? Стараюсь. Но чуть попозже. Сначала все-все-все игры. Потому что здесь поправить, это значит, зеленый разбежится по краям. А нам не нужно, чтобы он разбежался, пока ты будешь поправлять. Почему я все голубым, синим? Поэтому все сделать, весь каркас, рисунок весь этот сделать с синькой. Густота краски ляжет. И мы в густоту вкусненько будем вписываться. А где картинка? А, вот. То есть ты к этой уже немножко потеряла интерес, да? Нет, ну я просто не знала, что дальше-то. Ну, желтенький. То ли пусть подсохнет. Не-не-не. Как раз тут эффект в том, чтобы вписывать краску в краску. Тогда она будет звучать. То есть вписываем красочку в краску. Ну это понятно, более светлая. А здесь-то желтая будет, как бы на зеленом не стало. Или на чуть-чуть. Потому что по сухому оно будет невкусно укладываться. Только по сырому это можно. Смотрите, здесь вот сюда, а этот уже сюда. Хорошо. Как бы она как кулачок в кулачок. Я имею в виду, что вот ты сейчас нагоняешь и более светлых, и более темных. А вот тут желтенькие. И даже черняво. Синих. И может быть даже черные. Потом. Вот наполняешь, наполняешь, наполняешь. Что-то они у меня бледнеют. Я вроде так старалась темничать. А они что-то бледнеют. Вот они. Окончательный. Вот синий. Может по дороге слишком много растаптывал его. Потому что ты видишь, я каждый раз подбираю новую краску. Чтобы у меня чернота сохранялась. Вытираем кисть. Подбираю новую краску. Чтобы чернота сохранялась. Также и белизну. Чтобы белизна, светлота сохранялась. Ты думаешь, будешь подбирать новую красочку. Вытерла. Взяла дополнение. И понесла. И понесла. И понесла. Вот так. Возьми чистенько. Вытирай в кляпочку обязательно. И укладывай по нужной траектории. А оранжевую краску. С желтеньким, вернее, с розовеньким добавишь. Потом и оранжевую краску. На краях это все позеленеет. И так ему и надо. Он, по-моему, даже специально брал по зелененькости. То есть чуть-чуть кое-где дополнишь зеленцой. Вот этот бирюзовенький придет с зеленцой. Хорошо? Угу. Мы однажды еще в Днепропетровске делали с одной женщиной. Она тоже влюблена в Ван Гога. Мы с ней делали целую серию этих бангоговских пейзажей. Копировали. И когда она принесла их оформлять. А там оказался человек, который влюблен в Ван Гога. И коллекционирует и копии, и фотографии. В общем, он так влюбился в ее работу. Купил несколько. Но он был поражен. Он говорит, я еще таких хороших копий никогда не видел. Рыншина действительно настолько прочувствовала момент. Что у нас получилось... Может, мне тогда портрет Ван Гога написано? Головноук сегодня. Я же не знаю. Там все-таки в портрете... С ним легче все-таки в пейзаже, в портрете. Мало того, что у него любимые вещи, это не распространено любить именно его пейзажи, а не его портреты. Просто портреты о нем хоть как-то рассказывают еще. Давай, наполни вот этим всем содержанием. Ну, хочешь, сразу с желтым заходи. Но теперь, когда рисунок есть, можешь с желтым заходить сколько угодно. Хорошие, очень хорошие, да. А это уже у нас недавно рисовали. Наверное, не стоит говорить, да? Ну, ничего. Не увидела здесь лежачую плоскость. Она там хорошая. И не только там не увидела лежачую плоскость. Прямо увидеть эти лежачие. Кисть взять не только такую, но и помельче. То есть, горизонталь украсилила вот эти загогулинки. Она их украсилила. Потому что из одних только загогулинок, оно не звучит, оно не так интересно. А вместе с этими, с ровностями, интересно. Голубую что-то ты игнорируешь. Не вижу. Она кончилась у меня. Чернявый каркас. Голубая, розовая. Будет очень черный цвете. Тоже его различить. То есть, он собирает всю картину. Собирает. Вот они. Посмотрите, как сразу с ними становятся. Различаем и горизонтали. Потом мы сливаемся. Фон и вот это. То, что я пыталась идти за ругами. А что, в принципе, это? Ты меня спрашиваешь, что он рисовал? Да, что это? Я вижу то же самое, что и ты. Естественно. Могу только догадываться. Ну, я имела в виду, это крестьяне чего-то взрослили. И это предгорье. Предгорье пусты. Смотри, как хорошо с чернотами. Как их остро не хватало. Ты согласна? Ну, вот, хотела я. Почему-то у меня краска не набирается на черноту. Вот делаю то, что... Ты же разбеливаешь ее? Я-то не разбеливаю, еще и красный подмешиваю. Нет, фиолетовый, красный, коричневый. Так я же тебе предложил для черного-то. Голубую. Ультрамарина. Ультрамарин слабак. Ну, у тебя там разбелые. Извини, там разбелые. Там и не могло быть нужной темности. Значит, красноты с голубым. Голубой прямо выдави себе вдоволь, чтобы у тебя аж черные места появились. Аж черные. Как бы цвет смоли. А домиков хватает? Ну, пока я их не вижу вообще, честно говоря. Полтора домика не хватает никак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уже очень и небледные, и очень малоразличенные. Хочется, чтобы их все-таки немножко было видно. Смотри, там черный каркас. Всюду черный каркас. Черный человек. Вот, смотри, сколько там черного. Конечно, без черного оно не лезет. Давай так. Небо не трогает, потому что черный? Черный, можно чуть-чуть там полосочек. Но сначала синих насадить. Еще синих надо столько же положить. Голубая фенция, да? Нет. Синих это. Ультрамарин. Ультрамарин. Небо есть небо. Ну, два часа. Тринька приезжай. А на 10-е вы работаете, да? Каждую субботу, воскресенье по следам. Ну, это 9-е, а 10-е, 11-е, субботу, воскресенье по следам. Ну, да, да. Ну, я, в принципе, везде помацала. Нет, я... Хорошо, хорошо, все делала правильно. Единственное, что еще очень много москов надо поставить. И хорошо бы их поставить сегодня, пока можно вписываться в среду. Потому что по-сухому это будет делать очень трудно. Вот то, что сейчас легко, потом будет трудно, по-сухому. Поэтому по возможности, я не знаю, домой придешь и продолжить укладку, продолжить, продолжить. Ну, надо. Тем более, что все у тебя в порядке. Надо продолжить. Пока оно вписывается в среду. Потому что потом по-сухому оно же так уже не ляжет. Так оно прямо одно в другое, одно в другое. А вы сможете? Давай, 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 ага. А дурости. Ага. Вот, коверник, вот, коверник. Обязательно сегодня я его продолжу, ладно? Хорошо. Сегодня прям здесь. Даже не завтра. Завтра краска встанет и будет слишком творожистый мазок. А нам нужно, чтобы он был вписывательный. То есть у меня просто погуще. Вот желтый еще вертый. Нет, просто еще, еще столько же мазков. Хорошо. Ну, с учетом геометрии, которая здесь. Я не знаю. То есть, еще столько же мазков. А потом привезти, показать, или сфотографировать. И принести такую красотку. Я уверен, что будет все хорошо. И так где-то еще и поразвлекать разноцветицей. Поразвлекать разноцветицей. Этот каркас синий догнать. Единственное, что вот действительно, ну, черный. Единственное, что ты можешь себе позволить пописать по-сухому, так это, вот этот черный каркас, потом доуточнить. Ну, нагнать, нагнать, нагнать все это нужно. Так, ну давай, убирай эту. Ты говоришь, не нужно.